Привет всем! С вами Наталья и мой блог «Худеем вместе» организован агрохолдингом Goodwill. В своем рационе я всегда использую крупы и хлопья торговой марки Goodwill. Сегодня я хотела бы поговорить о том, как же все-таки я контролировала снижение своего веса и как я на сегодняшний момент контролирую свой вес. Наверное, хотела бы начать с того, что пока я не перешла на правильное питание, то и контроля веса у меня в принципе и не было. Ну, для чего его мне контролировать? Вроде бы с виду и так все хорошо, не набираю, но на самом деле все это набиралось, все это активно набиралось. Поэтому с принятием решения перехода на правильное питание в моем доме появились сразу двое весов. Ну, первые весы это весы кухонные. Для чего они мне нужны были? Они тоже как бы нужны мне для контроля веса. Контроль веса без кухонных весов в принципе тоже невозможен, потому что вы каждую порцию все равно взвешиваете. Все равно вы должны улавливать вот эти вот все моменты, которые необходимы для составления вашего рациона питания на день. Ну, а вторые весы это, конечно, основные напольные весы, обычные стандартные весы, но с функцией запоминания, сколько грамм вы набрали за день и сколько грамм вы потеряли за ночь. Не нужно никуда было записывать, не было такой необходимости. Ты уже сама видишь как бы все это стандартно, потому что на день, за прожитый день ты не должен набирать более 900 грамм. И, соответственно, за ночь, если ты правильно питаешься, то ты скидываешь где-то, ну, где-то кило 200, там, от 900 где-то грамм до, там, до полутора килограмм у меня бывало за ночь скидываешь. Соответственно, если смотреть эту разницу, то утром, когда ты просыпаешься, ты похудел уже там на 200 грамм. Так как же я все-таки контролировала свой вес? Для меня было важно не просто, чтобы потерять именно там за день какие-то там граммы, да, или там потерять за неделю какие-то килограммы, а для меня стояла первоочередной задачей сделать это правильно, потерять эти килограммы правильно. И что я для этого делала? Ну, первое, я вам сказала, что у меня было ежедневное взвешивание. Ну, кто-то говорит, конечно, этого делать не надо, там, нужно раз в неделю взвешиваться, смотреть, как бы, определенно. Для меня это было тяжело. Не видеть, что у меня происходит в течение дня, не видеть в течение недели, что произошло. И ждать там какой-то там определенной даты, допустим, субботы, посмотреть на свой результат. Я не видела в этом такого вот задора, драйва. Мне нужно было контролировать именно каждый день, каждый вечер, каждое утро. Я утром вставала, сразу шла на весы, взвешивалась, фиксировала свой результат. Вечером, когда, приходя домой, это все делала я в определенные часы, в определенное время, в одной определенной одежде. Не, чтобы, ну, даже для меня был важен, честно скажу, каждый грамм, наверное. Каждый грамм, да, был важен для меня. Почему? Потому что я смотрела, как именно я провела свой день. Двигаюсь ли я правильно к поставленной цели, да, вот в течение дня. Потеряла ли я лишние граммы или еще что-либо, а что произошло. И когда я вот это проводила анализ внутренне себя, то я вычислила, что с каких-то продуктов я не худею, с каких-то продуктов я более лучше себя чувствую. И мне уже легче было идти в течение года к поставленной цели. Это то, что касается, как я отслеживала свой вес за день. Потому что я делала это ежедневно, я делаю это ежедневно и сейчас. Конечно, бывают моменты, когда я не нахожусь дома, пропуская несколько дней. Но когда я возвращаюсь домой, я однозначно первым делом встаю на весы и уже смотрю свои какие-то показатели. Моей задачей не стояло похудеть на 100-200 грамм в день, да, это как бы не первоочередная задача. Моя задача стояла похудеть правильно. Но чтобы похудеть правильно, нужно взвешиваться не только как бы основное на весы, но и знать соотношение своего внутреннего организма. Это соотношение воды в организме, соотношение мышц в организме, соотношение жира. Что, в принципе, очень важно. Для этого, как бы, чтобы при правильном похудении, чтобы вес не возвращался назад, нужно худеть не за счёт мышечной массы, хотя она, да, как бы, если ты начинаешь худеть, первое, что организм, когда начинает реагировать, это сбрасывать мышечную массу, потому что тебе не хватает либо белка, либо ты начинаешь всё равно переходить на более другое питание, и мышечная масса уходит первой. Но чтобы этого не было, я и контролировала свой внутренний организм, внутренние показатели, чтобы именно они были на правильном пути. Я хотела бы поделиться с вами своими результатами, своей таблицей, которые я вела на протяжении всего периода, пока худела, чтобы было явно видно, да, как бы это рукописный текст, где я каждую неделю ходила на определённые весы, где показывают моё внутреннее состояние, чтобы именно понимать мне, правильно ли я худею, и действительно ли уходит у меня внутренний жир, и вообще, в принципе, жир уходит, или я всё-таки не добираю, организм не добирает воды, или теряет мышечную массу, и что я делала для того, чтобы как-то по-другому на это воздействовать, или что. Если я видела, что у меня в организме на данный момент я сделала, да, анализное взвешивание сделала, и у меня я вижу, что у меня в организме недостаточное количество воды, или сильно резко ушли мышцы, соответственно, я увеличивала физические нагрузки, или увеличивала там количество выпитой воды, и, соответственно, соотношение шло уже другое, и опять при проведённой правильно неделе, при правильном питании, при правильном физических нагрузках, при правильном питьевом режиме, то соответственные показатели через неделю совершенно получались другими. Поэтому, как бы, наглядно видно всё из этой таблицы, как это происходило. И также из этой таблицы видно, что у меня не было плата, шла я ровно, медленно, постепенно, но ровно застоя веса у меня не было. Но, опять же, вот я всегда анализировала, думала, ну, почему, как бы, все говорят об этом, что у некоторых на каком-то определённом этапе встаёт вес и больше никуда не двигается. Я думаю, вот именно здесь мне и помогло моё взвешивание ежедневное, утром и вечером, где я контролировала, какой рацион питания у меня и как у меня эти граммы уходят. Я даже взвешиваясь каждый день, я для себя увидела такую, как бы, закономерность, что вес стоит где-то дня три, вес стоит, 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 потом резко движется на понижение. И уже, как бы, к определённой дате, когда я иду на взвешивание внутреннего своего организма, то уже получаю какой-то определённый результат. Поэтому, может быть, вот это вот контролирование и ежедневное и помогало мне избежать плата. Ну, это опять моё субъективное мнение. Я не могу сказать, почему именно у меня плата не возникла. Это, проведя вот этот свой анализ, я могу только так рассуждать. Опять же, также я могу сказать, что плата у меня возникла только на той цифре, которой у меня остановилось, в принципе, мой вес. У меня тоже есть, да, какие-то определённые вот нормы, до которых я должна была дохудеть. Для себя я уже установила, да, там, должна я весить, там, столько-то килограмм в этот-то период с такими-то там показателями, которые содержат там внутренний жир, должны содержать определённые, да, процентовку должны там все внутренние показатели. Я к ним двигалась. И только я дошла до этих показателей, то мой вес остановился. Но опять же, скажу вот здесь сразу, как остановился. Когда я дошла до 68 килограмм, мне было страшно. Когда начинаешь худеть, оно сначала не понимаешь, как это возможно, за счёт чего идёт процесс похудения, да, и как бы мы сидим, вроде как начать надо, а ты понимаешь, что, ну, как ты начнёшь худеть, ну, не понимая самого процесса, как это происходит. Но потом, когда ты вот это вот поймаешь, вот эту струю, да, и начинаешь двигаться, 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 и когда тебя уже потом захватывает драйв, и ты уже понимаешь, как делать, что делать, куда идти, как двигаться, и тут наступает конец. Вроде всё, ты похудел. И вот здесь самое страшное. Вроде двигаться дальше тебе нельзя. Двигаться назад. Вот как вот быть здесь. Очень тяжело психологически, наверное, справиться с этой задачей, чтобы и не двинуться дальше вниз, чтобы не скатывались эти килограммы, потому что можно в анорексию скатиться. Но, опять же, ты не должен набрать эти лишние килограммы заново. Для чего тогда вообще вся эта проделанная работа? Вот здесь вот трудный, переломный момент. Но это совершенно другая история. Я, наверное, коснусь это когда-либо в другой теме. Что касается ещё моментов по моему контролированию веса, то, когда я проходила месяц-два, и я понимала, что я хочу ещё проконтролировать себя более подробно, я проходила фитнес-тестирование, которое, в принципе, тоже очень хорошо рассказывают вам о вашем организме. И такие фитнес-тестирования я проходила в разных компаниях, дабы избежать того, что одни показатели, как бы не зацикливаться на одних показателей, а использовать более разное оборудование, чтобы мне именно оборудование показывало мои, действительно ли у меня все показатели совпадают. И оно действительно, как бы без разницы, где вы проходите фитнес-тестирование, я проходила их где-то в компании четырёх, то все мои внутренние показатели были одинаковыми. Также, пройдя какой-то период времени, промежуток, когда я сбрасывала там где-то 10-15 килограмм, проходила там несколько месяцев, там 2-3 месяца, да, то я обязательно шла в поликлинику, сдавала полностью свои анализы, делала УЗИ внутренних органов, потому что, ну, конечно, у меня тоже было переживание, правильно ли я иду, правильным ли путём, правильно ли я делаю, как реагирует вообще, в принципе, мой организм на данное снижение веса. Я призываю вас обязательно посещать поликлинику, обязательно сдавать анализы на всём этом вашем пути, потому что, ну, без этого, ну, тоже никак, как бы вы не должны это делать вслепую. Для меня вот важность была прислушаться к своему организму, понять свой организм, что он от меня хочет, да, как бы я помогаю ему, но он должен помочь и мне сделать, пройти вот этот весь путь, потому что любой сбой, любое, как бы, движение не туда, ну, не будет результата, не будет такой победы над собой, наверное. Это я для себя сразу усвоила, поэтому вот так я и контролировала свой вес, и это мне очень помогало на протяжении всего этого времени. Ну, и я также продолжаю контролировать свой вес и в данный момент, потому что даже если у тебя появился, ты почувствовал там лишний в себе, там, 500, там, килограмм или полтора максимум, ты должен уже задумываться об этом, чтобы не допускать тех ошибок, которые произошли раньше и ни в коем случае не набирать вес заново. Контролируйте себя обязательно. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Goodwill. Спешу напомнить подписчикам канала Goodwill, что на данном канале проходит конкурс в период с 23 октября по 23 ноября. Призовый фонд я уже приобрела, это сковорода, погружной блендер и электрический чайник. Их мы разыграем 24 ноября 2017 года. Принимай участие в конкурсе, то есть становись его участником и привлекай к этому своих знакомых, друзей и близких. Желаю удачи, а все подробности о конкурсе в описании к этому видео ниже.